Здравствуйте, Максим Сурков. Я отвечаю на Ваш вопрос. Вы достаточно активны с вопросами. И сегодня я на несколько из Ваших вопросов дам ответ. Скажите, как и когда можно применять кровь Христа? Можно ли ей покрывать неверующих людей, неодушевленные предметы, например, машину, квартиру, выходя из дома себя, покрывать ею? Ответьте, пожалуйста. Здравствуйте, Максим. Понятно, что кровь Христа – это святыня. И надо об этом помнить на самом старте того, когда Вы приглашаете ее на свою жизнь. И она была пролита за тех, кто знал о Христе или не знал. Более того, Вы пришли ко Христу не с первого дня своего рождения. Значит, она уже была за Вас пролита. С другой стороны, я иду для того, чтобы показать, что любой человек нуждается в крови Христа. Поэтому призывать ее на неверующих людей важно, но с позиции милости, с позиции прощения. Если Вы помните, израильский народ, он также призвал на себя кровь Христа и сказал, кровь его на нас и на детях наших. Это был определенный вызов небу – сказать о том, что мы берем ответственность за его распятие. И мы знаем, сколько в истории и каким образом могло сказываться это явление и в жизни еврейского народа. Понятно, что они не хуже других, но просто это народ, наоборот, был очень в большом фокусе и внимании неба. И так важно было не пропустить возможности, которые пришли с Иисусом. И слава Богу за его милость. И поэтому Вы можете призывать кровь Христа и на себя, и на ваше окружение, и на ваших детей, и на тех, кто является еще пока неверующим человеком. Но добавляйте, я призываю милость, и я призываю благодать для этих людей через кровь Христа. Что касается имущества. В принципе, все, чем Вы владеете, оно находится под Вашей ответственностью. И Вы знаете, что в крови Христа для Вас искупление. И народ израильский вышел не просто с пустыми руками из Египта. Они еще вынесли достаточно большой достаток оттуда. За все годы недоплаченные их труды, они были приведены вот в такой колоссальный скарб, с которым они вышли. Поэтому, в общем-то, Вы можете призывать защиту и охрану на все то, чем Вы владеете. Насколько именно кровь Христа, не думаю, что это будет уместно. Но, по крайней мере, благодарить Бога за то, что Вы имеете ради крови Христа, и защитить, а Бог уже знает, каким путем. Поэтому в данном случае я бы Вам предложила где-то дифференцированно подходить. Но если Вы и призовете кровь Христа на себя и на все, чем владеете, это не будет грехом точно. Поэтому Вы можете так делать, но пусть Дух Святой ведет Вас по этой дороге более уверенно в Его руководстве и в Его водительстве. И тогда, в общем-то, пусть не будет у нас формул заклинания, а будет осознанность в подходе под защиту Божьих крылок. 90-й Псалом Вам в этом тоже будет очень хорошей помощью. Так что побед, защиты и мудрости. Вам, Максим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok